Приветствую Ван Шаусу, давайте разберём вопрос, который задаёт. Итак, мы прожили с мужем 19 лет. Смотреть, срок довольно большой. Ваш, ну вот, то что вы прожили с мужем, большой достаточный срок. И здесь нужно в первую очередь понять контекст ваших отношений, как вы начали встречаться, как вы стали жить вместе, что вас объединяло, вот, и так далее. Как вы друг друга воспринимали и воспринимаете. То есть, на какие моменты вы обращаете внимание, обращались внимание. Следующий важный момент заключается в том, наверное, что 19 лет – это время вполне достаточное для того, чтобы человек изменился, чтобы человек поменялся, чтобы человек стал другим, чтобы человек увидел себя, может быть, с некоторых таких других позиций. И вполне вероятно, что ваш муж, в том числе, за 19 лет изменился, и пришла пора ему двигаться дальше. Другое дело, что на эти изменения, в принципе, можно было бы повлиять так, чтобы это не привело к расставанию. Но это уже немножко другая история. Идем дальше. Вы пишете о том, что постоянно ссорились на протяжении всех этих 12 лет. В первую очередь, никаких «мы» ссорились нет, если вы ссорились. Именно вы. И только вы. Для нас. Как для психологов. Именно. А присутствует только вот такой момент, что ссориться можете только вы и больше никто. К сожалению ли? К счастью ли? Не знаю. И, соответственно, вам первую очередь нужно для себя понять, а из-за чего ссорились вы конкретно? Что вам двигало то, чем вы, ну не знаю, мотивировались, когда ссорились? Если вы молодой-ну 국ан-то? Ревизор. Я лековgreю Это вы можете сделать это? Им, собственно, все равно для чего-то нужно конкретно. И получается, что вам конфликт с человеком, а для чего-то идея заключается в том, правда, для чего. Здесь можно говорить о том, что присутствует элемент психологической игры. То есть вот можно говорить о том, что вы играете в психологическую игру. Скандал. Вот она, эта игра, в общем-то, так и называется. Скандал. Скандал. Это вот психологическая игра такая, скандал. И вероятность всего вы не играете в эту игру. Вопрос заключается в том, что являются основой для игры такой. Какие основания, вот, играть в эту игру. Вот, собственно, на что вам необходимо обратить внимание, в первую очередь. что на меня, образно говоря, влияет таким образом, что я ссорился со своим мужчиной. Это, ну, один из важных моментов, важных в этой ситуации. Очень важно вам для себя это понять. Ссорятся люди по общему правилу, когда боятся близости, когда таким образом привыкли снимать, ну, напряжение. Вот. Ну, своё напряжение снимают таким образом люди. Ну, вот. И когда есть какие-то вот, там, проблемы, ну, в какой-то степени, да, есть проблемы с личными границами. То есть личные границы выставлены? Мягко говоря, не очень, не очень хорошо. Вот. Ну, проблематик, такая мы это не соберем. Таким образом. Необходимо определить, какой вы вносили вклад в конфликт. ссор. Какой и, собственно, чем это было обусловлено? Тем, что вы, вот, уносили этот вклад в ссор. Вот. Потому что это делали, это делал не только ваш муж, да, но это делали и вы тоже. И, соответственно, крайне важно этот момент для себя определить. Так, крайне важно этот момент для себя увидеть, да. Вот. Дальше. Вы говорите о том, вы точнее пишете о том, что по данной моменту на силу и на скандал. Ну, надоело, ничего не решается, да, и так далее. То есть, опять же, тут нужно понять, что скандалы вам для чего-то нужны и вам выгодны. Вы что-то из этого получаете? Три месяца не живем вместе. И что, почему вы пишете это за знаков восклицания? Нам приходится работать вместе. У меня много обид на него. Ну, во-первых, как обиды связаны с тем, что вам приходится вместе работать, я не очень на тот момент, честно говоря, понимаю, да. То есть, как конкретно вот связано то, что вам приходится вместе работать, что является, в общем-то, выбором вашим, да, и то, что у вас много на него обид. Дальше. Обида. Что такое обида? Вот, вы знаете, обиды это то, что вы ждете от человека. Это ожидание некоторое от человека. Знаете, как раз тут. И получается так, все, получается все так, что вы предлагаете на, значит, ну, на своего мужа ответственность за свои ожидания. По факту можно сказать, что это манипуляция. Вот. То есть, можно сказать, что это вот манипуляция. Это, ну, такое вот, такое манипулирование человека, что ты мне что-то должен. Вот. Если вы понимаете в данном случае, что я имею в виду. Вот. То есть, обида это вот в какой-то степени то, что к нам из детства пришло, и то, что у нас из детства осталось. Потому что обида это очень детская такая. Ну, детская модель поведения. Вот. Вот. К сожалению или к счастью, не так важно. А за то, что это деструктивная модель поведения. Вот. Прикладывание ответственности на другого. Постоянная фрустрация. Вот. И желание вызвать чувство вины у человека. Ну, вы хотите вызвать чувство вины у человека. Через обид. Вот. А взять на себя ответственность за то, что вы их сами хотите, то это у вас не получается почему-то. Да. Ну, по какой-то причине у вас это не получается. То есть, причина ясна, конечно. Причина-то понятно. Но в данном случае нужно с ней работать. В данном случае с ней надо разбираться. Это причина. Вот. Это то, что вам можно сказать. То, что вам можно ответить. Ну, вот. Отходя от того, что вы пишете. Да. Следующее. Хочу его возвратить. Зачем? То есть, ну, для чего вы хотите его возвратить? Чтобы что вы хотите его возвратить? Какая у вас цель того, что вы хотите его возвратить? Какие у вас ожидания от того, что вы хотите его возвратить? Человек. Вы считаете, что он, ну, что он, ну, поменяется? Или как? Или что? То есть, здесь нужно кто-то повышать уровень осознания. Да? Осознанность. Большая осознанность. Ну, хочу, чтобы он тоже начал ценить семью и сам захотел обратно. Так замотивируйте его. Что он получит, вернувшись в семью-то сейчас? Скорее, что бросал любовь и не хочет больше жить. Но это его выбор. Подскажите, как вести себя с ним? Чтобы что? Мне тяжело разговаривать на работе. Ну, это мы не... С вами непосредственно работать и прорабатывать вам вашу травму. Которую вы, к сожалению, к сожалению столкнули. Вот. Обиды прорабатывать нужно. Ну, и так далее. То есть, все вот так скажем постепенно, да? Все постепенно. Здесь. Дальше идем. Так. Значит. Как будто ничего не было. Заработать не могу. Но, опять же, вы перекладываете ответственность на человека за свои собственные проживания. Это не есть хорошо. На этом все. Удачи вам. Я надеюсь, что вам помог. Изучите, пожалуйста, треугольный кармана. Ну, вам это будет полезно. Желаю всего самого доброго. Спасибо. Спасибо.